Очень актуальный подклад перед обеденным периодом. Но вместе с тем, серьезная проблема, которая существует в мире, это кишечные инфекции. Не дооценивается эта ситуация, в том числе и в Украине. И вот даже Анатолий Леонтьевич помнит, что в институте инфекционной крови не существовало, а в диаметром кишечных инфекций, но, к сожалению, в дальнейшем был ликвидирован. Однако время кишечных инфекций – это очень серьезная вещь, особенно если дело касается детского возраста. Но обратите внимание, некоторые вспышки кишечных инфекций – это сотни тысяч заболевших. Посмотрите, в США 224 тысячи заболевших, связанные с употреблением зараженного, кондоминированного мороженого. Ну и мы все находимся, скорее всего, под дамоклым мечом этой группы инфекций, потому что если в США менее 4 десятых эпизода в год на одного человека, то у нас это значительно больше. Плюс так называемая диарея путешественников, поскольку граждане Украины стали разъезжать по разным станам, и это носит определенную проблему. Буквально вкратце, что имеется большое количество возбудителей, которые могут вызывать у вас свои диареи, символом облигантно, то есть постоянно. Это и бактериальные, это и простейшие, это и вирусы. Бактериальные диареи, как наиболее значимые в клинической практике, они в зависимости от сбедущего патогенетического звена, как вы видите, делятся на энтеротоксигенные. С особым случаем в этой ситуации это холера и энтероинвазивные диареи. В одном случае это преобладание токсикоза, преобладание дегиплотации, в другом случае это преобладание местных проявлений и соответствующих лихорадочных интоксикационных синдромов. Но прежде чем перейти к частности, я хочу сказать, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения ратует за умеренное использование противомикробных средств при инфекционных заболеваниях кишечной группы и обращается ко всем странам с просьбой не употреблять там, где это не надо. Что, к сожалению, в практическом звене делается в нашей стране довольно часто. И вот обратите внимание объяснение этого процесса, что приводят эксперты Всемирной организации здравоохранения, что не представляется возможным по клинической картине разграничить те ситуации, когда антивектробная терапия могла бы помочь и не помочь. Поэтому рекомендуется в этой ситуации только лишь использование в определенных случаях. Это энтероинвазивные диареи, это не обговаривается, это тяжелый случай холеры и это возникновение любой диарейной кишечной инфекции на фоне хронических тяжелых фоновых заболеваний. Точно так же Всемирная организация здравоохранения очень рационально поступает в отношении так называемых противодиарейных и противоводных средств, считая, что они не только не обеспечивают цель лечения, то есть не позволяют предотвратить обезвоживание, а они еще и создают улучшенные условия для размножения возбудителя. И кроме того, при некоторых инфекционных агентах это вообще противопоказанные препараты. Ну, алгоритм клинической диагностики, в принципе, он достаточно примитивен, вычленить какая по характеру диарея, тут немножко пополз слайдик, заднее соответствие, это в левой части речи, это в энтероинтоксигенной, в правой обе энтероинвазивной. Это уже вопрос другого доклада, скорее всего, о диагностике. В данной ситуации мы переходим непосредственно к выделениям тех групп, которые рекомендует, опять же, экспертный комитет по острым диареевым инфекциям при Всемирной организации здравоохранения. Итак, лечение энтероинтоксигенных диареев с преобладанием токсикозом. Обратите внимание, что в рекомендации, в отличие от рекомендаций 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и же с ними годов в СССР и Украине появилось слово энтеросорция в амбулаторных условиях. Кроме того, усиление естественной детоксикации, это пероральная и парантеральная при необходимости, остался, экспертный ВОЗ считает, необходимым применение однократное препарата гиклотеринакой, который в этой ситуации может тормозить диарею, заместительная терапия ферментами, временное ограничение питания и антибиотикотерапия только в условиях сэпсиса или в особых возрастных категориях. И вот то, что мы большинство врачей, скажем так, уже с большим опытом застали еще в свое время, это инвазивная пероральная детоксикация в виде промывания и сверху, как говорится, и снизу. И в настоящее время в отношении этого все-таки более-менее взвешенный подход, поскольку определить в реальный случай в первых клинических симптомах о том, что есть у больного, это или действительно кишечная инфекция, или какое-то состояние, сопровождающее диареиным синдромом, не представляется часто возможным. И поэтому Семейная организация здравоохранения предлагает использование в этой ситуации так называемой агрессивной антеросорбентами. То есть подавление проявлений за счет все большего поступления антеросорбентов. Ну и хочу вам вкратце напомнить о том, что существуют антеросорбенты разных поколений. И с чем они отличаются? В первую очередь, видите, площадью активной поверхности ансорбции на один гамм вещества. Вот посмотрите, известный нам с вами активированный угол. В одном грамме акцепционная способность 1,5-5 метров. И четвертое поколение, кремниевые сверхвысокодисперсные соединения, более 400 квадратных метров. То есть представьте себе, небольшое количество препарата нужно дать, а эффект будет превосходить, чем если, я вспоминаю, когда я начинал свою работу, у нас стояли прямо баги с углем, и больному столовыми ложками добавить этот не всегда безопасный препарат. В связи с этим я хочу представить отечественный препарат Атоксил, представляющий собой, видите, энтеросорбет четвертого нового поколения, которые есть в виде порошка и в виде уже готовых пакетиков. Высочайшая скорость течения сорбции. Уже посмотрите, через 4-5 минут начинается сорбционная способность. В принципе, особенности изготовления привели к тому, что действительно сорбционная способность этого препарата очень высока, и свойства его достаточно уникальные, в отличие от многих других сорбентов. Но обратите внимание, сорбционная елка с токсических веществ на 1 грамм 600 миллиграмм. Это очень высокий показатель. Через 4-5 минут уголь действует через 4 часа, а здесь через 4-5 минут уже начинается всасывание самых различных веществ. При этом есть определенная селекция сохраняемых веществ. Посмотрите, микроэлементы сохраняются, витамины сохраняются. И это переносимость препарата. Но в реальном случае, я помню, глядя на те ложки угля, которые им были приготовлены, у больных усиливался только рвотный референс. А в этой ситуации, в принципе, препарат достаточно хорошо переносится и может быть использован практически только разве что у новорожденных веществ, а у остальных по теории – да. Он имеет различные применения. Он не создан только для лечения острых кишечных инфекций. Но вы можете посмотреть, какие его применения, в том числе для дерматологической, энергологической практики, терапевтической и так далее. Нас интересует в первую очередь то, что он способен сформировать вещества дыркового происхождения, а это большинство экзотоксина. Сорбировать патогенные микроорганизмы и вирусы, что очень важно, поскольку особых средств для лечения вирусных поражений кишечника нет. Обладают, сорбируют низкомолекулярные вещества, являющиеся продуктами распада и так далее. Ну, механизм действия в отношении связывания микроорганизмов, смотрите, на 1 грамм связывается до 10-10 степени микробных тел. Достаточно эффективен для конкретной клинической ситуации. Применение его в данной ситуации, возможно, у взрослых, разовая нагруза может достигать аж 12 грамм. То есть, когда задаются вопросы студентам в отношении того, что, а вот если дали, а больной вырвал, что делать в этой ситуации, то, пожалуйста, такая хорошая возможность назначения практически 5 пакетиков без особых проблем позволяет довольно эффективно это состояние лечить. Что делать в отношении того, когда энтеротоксиденные диареи с преобладанием регидратации? Тоже продолжается энтерософция, но вот здесь появляются регидратационные наши возможности. Современные регидратационные возможности включают в себя и парамперальную регидратацию с балансированными растворами и парамперальную регидратацию регидратационными смесями 2-го, 3-го поколения. Детям добавляется обязательно солицинка, без этого сейчас лечения за рубежом не проводятся, поскольку солицинка показана, играет свое значение в терапии у детей до пределения возраста. Ну и остальные средства, которые и в предыдущей клинической ситуации использовались. Всемирная организация здравоохранения просит оценивать степени дегидратации исключительно по канонам всемирной организации, которые доступны даже для средних медработников и вообще людей, не имеющих медицинского образования. Вот обратите внимание, как разделяется умеренная и тяжелая степени дегидратации. Оральные регидратационные смеси, вкратце буквально скажу о том, что, к сожалению, практически только в детской практике в Украине есть разрешенные препараты 3-го поколения, где глюкоза и пикстроза заменены на компоненты злаков или аминокислоты, чаще всего рисовая пудра. Наиболее эффективные на данный момент. К сожалению, в основном в Украине это регидратационные смеси 2-го поколения, которые, к сожалению, решают только одну проблему, проблему регидратации, при этом не тормозя теорию, как это делают регидратационные смеси 3-го поколения, частично делают. Современные требования в ВОСК-электровидному составу, это в первую очередь надо помнить о том, что в настоящее время используются препараты с низкой осмолянностью, и это не так, как это было в 70-е годы. Ну, дальше все понятно, как проводится лечение. Особым случаем энтеротоксиденных диабет с развитием дегидратации является холера. Вот, у нее есть определенные особенности. Здесь не применяется энтеросорбция, она неэффективна в данной ситуации. Здесь применяются вот подобные направления. в зависимости, опять же, от степени дегидратации. Энтероинлазивные диабетии. Это особая проблема, и в настоящее время Всемирная организация здравоохранения просит, опять же, устами своих экспертов, о том, что следует выделить при диагностике этой диабетии состояние легкой степени тяжести и остальные, средне-тяжелая, тяжелая и особые формы с выраженной лексикацией. В настоящее время подход для энтероинвазивных диареев включает изменения и антибактериальных средств. Обратите внимание, что рекомендованы препараты первой и второй линии. Это препараты представителей вторхиналона цифровоксоцины, препараты азитомицин представитель макролитов. А также еще один препарат, который в Украине не зарегистрирован, поэтому таким образом выделили. В отношении остальных препаратов какие-то из тех, что применялись ранее, вообще не рекомендованы, поэтому очень смешно, когда уважаемые доктора спрашивают у фармацевтов, скажите, что можно применять, а те, например, выдают препарат под названием геномицидит, после чего формируется тяжелейший гистеолог. Есть препараты, которые есть определенный эффект, но, тем не менее, они плохо проникают в слизистую кишечник, и в связи с чем считаются нецелесообразными. Вот я бы так это назвал. Лечение, что, опять же, это вот основным здесь является антибактериальная терапия в присоединении тяжелых и тяжелых формах, и это даже на данный момент не обсуждается. Пойдет некоторое время, могут быть и другие изменения. А в настоящее время вот такие механизмы, направления. В первую очередь, обратите внимание, в отличие от диарей, интерно-токсигенных появляются и спазмолитики, и появляются при пробиотике, которым придается определенное значение именно в лечении этого вида диареи. А легкие случаи диареи, семейная организация живого охранения просит лечить без применения антибактериальных средств, дабы не увеличивать резистентность возбудителей, дабы не увеличивать их и без того, скажем так, расширение во всем мире. Но и нужно помнить, что интерно-токсигенные диареи нуждаются в восстановительном лечении. Слизистая кишечника после перенесения тяжелой дизентерии восстанавливается в течение месяца-двух, не меньше. И поэтому, конечно, что-то надо пощадить, что-то надо продлить, что-то надо добавить, как, например, припробливать и припробливать. Благодарю вас за внимание.